В ночь субботы на воскресенье во всех храмах курорта прошли всеночные богослужения. В Свято-Ануфреевском храме вместе с многочисленными прихожанами светлый праздник Христового Воскресения разделил и глава города-курорта Сергей Сергеев. Светлое торжество объединило православную общественность представителей казачества и молодежи, а также всех ханапчан и гостей города-курорта, пожелавших поучаствовать в службе. Воскресение Христового Воскресения призывая нас к вере в собственное бессмертие, дает силу и разумение отделять главное от второстепенного, побуждает при исполнении заповедей Господних и наполняет нашу жизнь смыслом. Поздравляя всех вас с великим праздником Святой Пасхи, молитвенно желаю доброго здравия, мира и благодатной помощи свыше в повседневном шествии за Христом. С праздником Светлой Пасхи! Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос! Праздник Воскресения Христова – это еще и завершение Великого Поста. На дворе храма хозяйки щеголяют друг перед другом пирогами, пасхами да куличами. И пока не окропятся все эти явства, домой никто не расходится. Это один из пасхальных обрядов. Сами священники говорят на этот счет, что освящение куличей и прочей еды – это в большей степени символический обряд, как благословление на переход от постного режима питания к скоромному. Один из основных православных праздников, ради которого и живет есть православный народ, целый город. Воскресение Христово празднуем с детьми, с семьей, с сестрой, с мужем, всей семьей. А уже утром сотни жителей и гостей города собрались возле часовни Осиевского храма, чтобы принять участие в большом крестном ходе. Мое отношение к этому празднику трепетное. И я отметила, что на юге страны, Краснодарском крае в частности, вообще отношение к религии, отношение к православию уважительное, имеет глубокие корни под собой. Крестный ход проследовал от городской администрации по улице Горького к театральной площади и далее по всем святым местам Анапы. Впереди у верующих святая седмица. На этой неделе православные христиане ходят друг к другу в гости и дарят крашеные яйца и куличи. А во вторник, 25 апреля, состоится Радоница. Православные христиане пойдут на кладбище, чтобы отдать дань памяти родным усовшим. Губернатором Кубани этот день объявлен нерабочим.